Привет, милашки! Вы на канале Кьютон Ченнел. Я сегодня без косметики, а это значит, что я сегодня буду краситься и тестировать новую для меня косметику от марки Люкс Визаж. Небольшой рассказик о том, что я знаю из косметики Люкс Визаж. Это офигенский карандаш для бровей, который у меня полюбился очень уже давно и пользуюсь я им постоянно. Я покупаю один и тот же карандаш уже несколько лет, но другой косметик я не использовала и не пробовала. Поэтому я сделала небольшой заказик на основные моменты косметики, с которыми я сегодня сделаю макияж и протестирую основные продукты. Сегодня я буду пробовать тональный крем, базу под тени, сами тени, карандаш для бровей, как же без него, подводка лайнер для глаз, тушь для ресниц и карандаш для губ. Ах, я вас обманула, у меня еще было пару помад от этой фирмы и мне они тоже очень нравятся. Но сегодня не об этом, а о том, что я еще не пробовала. Здесь, как вы заметили, нет консилера и нет средств для контуринга, потому что у меня и так этих средств хватает. Я не стала заморачиваться и накупать 300 тысяч позиций косметики. Я взяла то, что мне нужно и то, что я хотела. Начнем с тонального крема. Вот такой тональный кремушек, очень легенький в упаковочке. Подбирала оттенок по старому тональному крему от L'Oreal, по-моему, или Maybelline. И подошел вот этот оттенок на руке, по крайней мере. Сейчас я хочу попробовать нанести его влажным спонжем и моей кисточкой для нанесения тональной основы. У меня такие две кисточки, посмотрим, какой ляжет лучше. Не буду использовать базу, хочу посмотреть, как он работает в чистом виде. Пахнет йогуртом каким-то вишневым или персиковым. И достаточно скользкая, мягкая структура, и он достаточно плотненький. Я думаю, что этот крем подойдет хорошо на лето, но сейчас посмотрим, потому что пробую на лицо в первый раз. По оттенку мне нравится, запах очень интересный. Что-то и одновременно напоминает, и нет. Спонжем он нанесся легко, и он абсолютно не дал покрытия. Такой, знаете, как биби-крем, может потому что спонж, как сказать, впитал в себя практически весь кремик. Сейчас попробую кисточкой. Кисточка не так сильно впитывает этот крем. Вообще тональный крем, крем в принципе, но красиво выровнял кожу, это уже плюс. С кисточкой тон немножко полосит, но возможно у меня какая-то не сильно плотно набитая кисточка. И здесь тон лег намного плотнее, имеет небольшое свечение кожи, что очень хорошо. Вот здесь такое, знаете, чисто летнее покрытие, если жаркий день. Я сейчас немножко добавлю покрытие, потому что я никуда сегодня не пойду. Ну, это чисто вот, я снимаю видеопробу и вернусь к вам. Итак, вывод по тональному крему пока что мне нравится. Он не сильно заметен на коже, хорошо подошел у меня оттенок. Я бы даже сказала, что вообще в точку, потому что если смотреть, например, в зеркало, не через камеру, вообще просто у меня такой первый раз с попаданием в тон. Посмотрим на протяжении дня, как он будет носить. Сейчас приподрую, нанесу корректор, посмотрим, как будет корректор еще на нем держаться. Как видите, корректор тоже лег без проблем, без всяких пятен равномерно. И мне очень нравится эффект, просто офигенно. Почему я не пробовала эту косметику раньше? Этому карандашику я пою серенады каждый раз, когда я его покупаю. У меня это 17 оттенок. Он подходит идеально под цвет моих бровей, хорошо держится, классно рисует. Я просто от него в восторге. Сейчас я им с удовольствием воспользуюсь и сделаю свои идеальные брови. Дальше идет база под макияж. Давно я не пользовалась именно базами под макияж специальными. Я всегда использую или консилер, или тени. Посмотрим, что здесь за база. Она прозрачная. Я не знаю, сколько ее тут нужно. Но написано, что эта база под тени для век увеличивает стойкость и интенсивность цвета. Давайте начинать. Мне нравится, что здесь есть аппликатор. У меня немножко запился консилер. Надо это, мне кажется, убрать. Нанесу ее на все веко. Посмотрим, как она будет работать с растушевкой. Достаточно быстро впитывается. Легенькая, без запаха. Такая самоневесомая. Единственное, я бы, например, хотела, чтобы она была беленькая. Я считаю, что на белой базе все равно тени видны лучше, оттенки передаются лучше. Так, все, база стала немножко липкой. Начинаем наш макияж. В этой прекраснейшей палеточке собраны все оттенки, которые подходят под мой цвет глаз и под дневной макияж. Я сегодня хочу использовать все эти оттенки. Это во внутренний угол глаза, на срединку глаза, внешний уголок и растушевка в складку. Будет достаточно интенсивный макияж, но я хочу испробовать все оттенки, поэтому давайте начнем. В наборе есть аппликатор. Вы знаете, я почувствовала, что хотела нанести именно им тени. Просто мне кажется, что аппликатор больше напоминает пальчик. Так, первый оттенок. Боже, посмотрите, какие они красивые. Беру этот первый оттеночек, который набирается очень клево. И в уголочек глаза. Невидимый оттенок, он ложится дымкой, чисто для того, чтобы, наверное, тушевать или выравнивать. Сейчас я возьму кисточку, попробую нанести его кистью. Кистью ложится намного лучше, но сильного оттенка он не дает. Следующий оттенок, это вот такой персико-оранжевый, очень крутой цвет. Хочу уже быстрее его попробовать. Вроде на кисточку набрался хорошо. Странно, но на веке его совсем не видно. Вот и моя первая разочаровашечка. Сейчас попробую его нанести пальцем. Получается, что на веке он совсем в цвет века. Ладно, наношу следующий оттеночек, коричневый вот этот. В общем, палетка явно для дневного макияжа. Немножко тени осыпаются, но так, что вы хотите за 100 гривен, да? Так, этот оттенок дал небольшую дымочку в уголке. В принципе, ничего так. Так, палетка меня, конечно, немножко разочаровала, но, возможно, мне надо с ней еще подружиться. Если смотреть в зеркало, опять же, издалека, то вот этот переход, он очень красивый. И действительно смотрится интересно и достаточно носибельно для дневного макияжа. А это на минуточку я еще не сделала растушевку темным оттенком в складку века. Сейчас сделаю второй глаз и сделаем растушевку темным цветом. Посмотрим, как он будет работать. Пробую темный оттенок для растушевки. В темной оттенке и во всех палетках всегда это самый выгодный вариант. Они должны работать лучше всего. Но, честно говоря, я боюсь темных оттенков, потому что я иногда перебарщиваю и не могу их растушевать. Так, растушевался вроде бы как без пятен. Возьму еще раз светлый оттенок и пройдусь под бровью. Светлый оттенок наносится очень круто на кисточки. И вы знаете, мне кажется, что эта палетка хорошо будет работать с синтетическими кистями, потому что вот эти кисточки, которыми я наносила тени в первый раз, это у меня натуральный ворс. Растушевочная кисть синтетическая. И, возможно, лучше использовать синтетику. В конце я еще раз попробую синтетической кистью пройти по веку, закрепить результат. И посмотрим окончательно, насколько же тени себя оправдали. Вот такой результат получился. Я вам скажу, что действительно эти тени работают с синтетическими кисточками, поэтому об этом не забывайте. Мне больше понравилась синтетическая кистью, достаточно насыщенная пигментация. И если брать базу не прозрачную, а именно какую-то беленькую, то цвет отдастся лучше. По поводу базы. По ней тени хорошо скользят, но она не улучшает цвет, потому что она прозрачная. Лучше всего белая подложка. В общем, базу нужно будет еще тестировать на протяжении дня. Тени, в общем, неплохие. Давайте закрепим результат с помощью вот такого фломастера. И нарисуем стрелочки. И посмотрим, как наш макияж засияет. У фломастера достаточно тонкий и удобный аппликатор. Я думаю, не будет никаких проблем с тем, чтобы нарисовать красивую стрелочку. Но, тем не менее, у меня получалось даже с такими аппликаторами самыми удобными рисовать отвратительные стрелки. Поэтому, я надеюсь, все будет хорошо в этот раз. Очень удобно выводит кончик. Получается тоненький, красивенький, но немножко... У меня он подсох, пока ждал, пока я соберусь снимать видео. И мне нравится, что он не черный, дает мягкость макияжа. Закончим наш макияж тушью. Но мне такое чувство, что я ее уже когда-то пользовалась. И вроде бы она мне понравилась. Но, честно говоря, я уже не помню. Поэтому будем на ново возобновлять воспоминания. У нее такая кисточка, как я люблю. Она изогнутая. Здесь мелкий ворс, здесь крупный. Я думаю, что это для прорисовки нижних ресниц, а это для верхних ресниц. Но пользуются все, как хотят. Поэтому я для начала использую вот этот тонкий ворс. Хорошенечко прочёсываю от начала ресничек и к верху. Поднимаю этим местом реснички. А затем переворачиваю и рисую ресничку уже подлиннее. И самой боковушкой, там где ворс переходит от мелкого в крупный, я провожу еще по ресницам, чтобы они стали длиннее. Девочки, тушь просто космос. Из того количества ресниц, которые у меня есть, у меня их сейчас не так много, у меня получились просто веера. Офигенная тушь, я очень довольна. И у нас остался карандашик для губ. Никогда не пользовалась такими карандашиками. Сейчас попробую нарисовать. Взяла достаточно нюдовый оттенок, но мне кажется, он ярковат. То есть, я все-таки с цветом прогадала. Возможно, будет даже красный. Хотя так, если приложить, достаточно приближенный к цвету губа. Ну, да ладно, давайте попробуем, и тогда станется ясно. Цветом я прогадала. Это красный. Даже в какой-то степени коралл уходит, наверное. Нет, нет, это красный оттенок. Но очень классно наносится карандашик. Очень легкая текстура. Я немножко чувствую, что стягивает губки. Но посмотрите, какой яркий образ получился. Я вообще не ношу в последнее время красных помад и карандашей. Но, мне кажется, тут он такой не ярко-красный, а более в темный оттенок уходит. Что, в общем, мне достаточно симпатично. Я вам скажу, что первое впечатление у меня достаточно классное, позитивное. И я дальше хочу пробовать косметику Люкс Визаж. Особенно меня покорил этот тон. Вот я всегда от тонального крема ожидаю не очень клевого результата. Но сейчас могу сказать, что этот тональный крем, вот именно на данный момент, лучше, чем мой Maybelline Superstay. А ценовая политика у них абсолютно разная. Вот такой у меня сегодня был обзор первых впечатлений и макияж. Пишите свои комментарии, кто что пробовал, кому что нравится из этой косметики. Что вы можете мне посоветовать. А я пошла монтировать следующее видео для вас. Увидимся уже там. Всем пока, спасибо за просмотр.